Приветствую вас. Ну, собственно, на что я вот хотел бы обратить ваше внимание. Наверное, я бы хотел обратить ваше внимание, в первую очередь, на то, что вы говорите, что не можете простить. Ну, вот что вы говорите, вот я такое, наверное, не, наверное, не смогу простить. Вот мне несколько интересно, а что именно вы не можете простить? То есть, что вам здесь кажется обидным? И почему? Мужчина вам вроде как не изменял, насколько я понимаю. Мужчина просто сказал вам о своих чувствах, сказал вам искренне, что чувства прошли, что их больше нет, и это, конечно, неприятно, но вполне нормально. Это вполне естественно. Чувства действительно могут уйти, чувства действительно могут закончиться, и от этого вряд ли можно застраховаться. Вот. Поэтому, первое, на что я обратил бы ваше внимание, это на то, вот, что конкретно. Потому что, пока немножко это выглядит странно. То есть, я не могу простить того, что у человека ко мне прошли чувства. Так что, получается. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это как-то немного странно звучит. Дальше. Ваше чувство к мужчине напоминает скорее зависимость от него, а не какие-то чувства к нему. Понимаете? Разница. То есть, вот, уловите разницу, пожалуйста, между этими двумя вещами. Если человек ушел, значит, ему с вами не очень хорошо, и он не счастлив с вами. И если у вас есть к нему чувства, вот, то почему вы в таком случае не стремитесь сделать его счастливым, например. То есть, почему вы не хотите сделать его счастливым? Я имею в виду своего мужчину. Если у вас есть к нему чувства, если вы его любите, например, да, и так далее. То есть, вот, что это за такие чувства, когда, ну, человека хочешь к себе, по сути, привязать. Это скорее потребность в мужчине, а не любовь, как такова. И это нужно тоже разобрать, рассмотреть и поисследовать потребность в чем именно у вас. Что она из себя, эта потребность представляет, вот, что оно значит. И дальше уже будет понятно, как, собственно, с этим работа, работать. Вот, что можно будет с этим сделать. Ваш вопрос. Либо раз мы всегда закончили отношения, либо пытаться все же его простить изобразование развода, которое было бы на инициативе порыва обедения и разочарования. Во-первых, определитесь, за что прощать. Вот, первое и главное, за что прощать. То есть, что мужчина сделал такого? Эээээ, важно, нужно просить прощения. За то, как я сказал, что он сейчас чувствует, что у него нет, эээ, к вам чувств. Сейчас он не ощущает, эээ, чувство к вам. За это просить прощения. Просить прощения. Просить прощения за то, что он не хочет с вами быть, За это просят прощения, т.е. за что, за что просят прощения, понимаете, вы определитесь, вам не пойдёт на пользу то, что вы считаете, что мужчину нужно прощать, понимаете. Вам это на пользу не пойдёт, вот, потому что это такое вот определённое обвинение, ну, по отношению к человеку, это определённое такое вот обвинение, и оно ничего хорошего не даст вам, на самом деле. Вот. Так что, как-то, как-то, как-то вот это так выглядит, на мой взгляд, по крайней мере. Больше разберитесь своими чувствами, ничего, что вы хотите, потому что вы говорите, что относительно хорошо вы жили, и что вы чувствовали его тепло, и так далее. А что чувствовал он, например? что чувствовал человек сам? Что человек ощущал? Было ли ему хорошо сам? Или вы ведёте речь, условно говоря, только про себя? Вот. То есть это, на мой взгляд, очень важная история, чтобы вы больше думали о мужчине здесь, а не о себе. А в контексте себя нужно исследовать, что именно вы потеряли с уходом мужчины. Вот. Просто понимаете, не застыкуется ваше чувство к нему и любовь к нему, да, и точно вы их рассматриваете всерьёз вариант его за что-то прощать. Вот. Просто не застыковываются. Это всё-таки такие вещи, на мой взгляд, слабо совместимы. Вот. Потому что, ну, любовь, она, она не подразумевает. Просто. Эммм. Претендую. 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 Пожалуйста, пойдёте разобраться. Ну, веритно. Можно, потому что, разобраться, но только, скорее всего, в ходе индивидуальной работы. Ну, никак, никак не раньше, да, никак, никак не, ну, никак не по-другому просто. Вот. То есть, в ходе индивидуальной работы, да, да. В ходе индивидуальной работы, в ходе индивидуальной работы, да, можно вам помочь. А надо добраться. Вот. В этой ситуации. А так, слишком мало информации вы дали о себе. Слишком мало информации, её почти нет. Вот. Вот. И плюс, как я уже сказал, нужно разобраться в ваших чувствах, вам самой, нужно разобраться, чего вы хотите, что вы потеряли, какой, какой аспект отношений вам, ну, вот, для вас актуально. Словно говоря. Вот. Потому что, в зависимости от того, какой аспект актуал, зависимости от этого. Будет работа. Ну, проведена работа. Ладно. Вот. Я думаю, вот, в таком ключе можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Я думаю, что этого, конечно, недостаточно. Вот. Для полного решения трудностей. Вот. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, вы увидите Общую. Общую такую картинку. Вот. Происход. Происходящего. Общая. 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 Валя, я надеюсь, что вам Даст это, эээ, силы, эээ, для того, чтобы двигаться дальше. Вот. Эээ, на этом всё, в принципе, на этом всё. Я надеюсь, эээ, что мой ответ вам помог. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за эээ, его оценку, за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!